В каждой поездке на охоту идет проверка оружия. Самое важное – выставить стартовые, ну и прострелять ту дистанцию, на которой предполагается охота. Каждый карабин имеет свои особенности. На данном полигоне у нас есть возможность проверить стартовые и также пройти позицию от 100 до полутора километров. Сейчас я выстраиваю метеостанцию, так как собираюсь поехать на очередную охоту. Сейчас мы отрабатываем дистанцию 500 метров. Очень плохая видимость сегодня. При разных температурах надо понимать, как все ведет карабин. В дистане температура минус 10 и поправки. Там нужно делать совсем другие и без этого никак не обойтись без метеостанции. 300-й чувствительной температуре. Если при плюс 10 мы делали поправки и ставили на 9,3, то сейчас мы делаем 11,1 ровно полторы минуты на 500 метров. Это существенно. Это градированный промах, если не учитывать температуру. Падание ровно. 500 мы сейчас выставили. Бару 338. Пуля стильно летит. Но требует очень тонкой работы. Любое изменение в изготовке, температуре или же положении стрелка может даже не на больших дистанциях привести пробуху. А дальние дистанции уже понятно, что здесь должна быть верная работа. Ну, попадание четко в красную. Можно сказать, что один сантиметр. О, Баррет, у вопросов нет. Все прекрасно. Единственное, что один выставлен, надо сделать, проверить стартовые. Она никуда не отпадет нормально. Держится. Трагический план поездки в Таджистан на охоту барана Маркопова, Аргали Маркопова. Созрел, наверное, скорее всего, тогда, когда проводилась охота на дагестанского тура в Азербайджане. Связался с агентством. Сделал заявку. Через неделю поступило предложение на открытие сезона в начале октября месяца. Скорректировали дату. Так, чтобы состыковать перелет в Екатеринбург-Душанбе. Прямой рейс. Теплая встреча. Николай со своими сыновьями встретил. Перебазировались в джип. Круизер 105-й. Общий путь составлял под Душанбе до места охоты 1150 километров. И наш был путь порядка 12 часов, 600 километров до первого населенного пункта, где мы должны были отдохнуть и двигаться дальше. Второй день в Таджиастане. Путь состоял порядка 12 часов. Вроде 650 километров. Но по причине того, что дороги были в ужасном состоянии. Километров 400. Мы прошли по, можно сказать, по пиздорожью. Бывшая советская дорога полностью разбитая. Асфальт просто отсутствовал. Проезжали вдоль границы афганской. Порядка 300 километров. Та интересная ситуация, где по границе ровно протекает река. С одной стороны Афганистан, с другой стороны Таджиастан. И вот вдоль этой реки провожена дорога. Та сторона реки – это уже Афганистан. И самое интересное, что со стороны Афганистана идет строительство дороги параллельно. И делают они это вручную рабочие просто. Кирка и лопаты пробивают дорогу. Вот такая вот дорога жизни Афганистана. Пока настроение на позитиве. Погода хорошая, солнышко. Будем охотиться на Маркопова, Барана и потом на Козерога. Скандер говорит, что Баран и есть. Его напарник сейчас находится там и наблюдает. Путь у нас предстоит порядка 500 километров. И будет составлять по прогнозам 7 часов. Думаю, что из завтрашнего дня начнем охотиться. Бурганский район. Очередной пост. Досмотр документов. Запись. Журнал. Впереди населенный пункт. Планируем там сделать остановку. Населенный пункт на 3540 метров от уровня моря. Нормальные люди живут и чувствуют себя комфортно на такой высоте. Сколько еще километров? 250. 250. По такой дороге поехали? Частично. Да. В советское время было с вами здесь. Это дорога на Китай. Китай. До Шампэ, когда ехали, дорогу устроили. Там бетонные опоры, защищенные от гор, устраивают. Есть места вообще такие узкие. Еле проехать нужно одной машиной. И обрыв сразу. Особенно ночью там довольно так адреналинно. Группа самок. Маркопола. Бегут параллельно. Да. На подъезде к базе мы увидели большую группу. Маркопола. Это самки с егнатами. Субум пытался как-то отогнать от китайской границы, но они все равно сжались слева. Мы эту затею бросили и доехали до лагеря. Уже было время порядка трех часов. Через три часа уже было темно. Те Игоря, которые там находились, они были на разведке. Сколько там? Также в первый же день мы видели большое количество Маркопола и Козерогов. Только это было на китайской границе. На глаз расстояние километров пять. Мы решили в этот день произвести пристрелку, проверку оружия, чтобы понимать, насколько надо делать поправку на уровне 4100 метров над уровнем море. Переместили мишень на 300 метров. Я на своем карамине учел, что на 300 метров поправка с учетом этой высоты составила всего полминуты. Выше пуля уходило, нежели это происходило в Икатинбурге. Первый день охоты. Пять утра подъем, завтрак. И ровно в 6.30 мы на Увазике выдвинулись на поиски нашей цели. Аргали Маркопола. Минут 30 наблюдали большую группу с Маркопола. Интересные зепляры. Это на расстоянии 3-4 километров. Подойти к ним не представляло возможности, потому что открытая местность, и они нас бы обнаружили. Я проехал порядка одного часа. На мной было замечено пять баранов, лежащих на сквоне на расстоянии 1200 метров. Два из них представляющие трофейный интерес. Сейчас будем потихоньку скрадываться. от нас они находятся 1200 метров. Время 8 утра. 4069 метров на туле в море, прошли километра два. Но тяжеловато. Это моя первая охота на такой высоте. Пришли мы за группой с 5-ти баранов. На пути стоит другая группа. Азиаса Искандер наблюдает. Я тоже пойду, посмотрю в любом случае. Найди мне. Мне же стрелять. Туда пойдем. Давай пошли. Ветер начался сильный. Походу на него так сейчас. Но попробуем перейти в этот хребет. Может успеем. Начали переходить через хребты. Наткнулись на одинокого барана, который естественно начал уходить от нас. Спугнул нашу цель. Пять баранов. Они завязались за ним. И наши все усилия, подъемы, движения были зря. Здесь я ощутил всю прелесть высокогорья. Это очень сложно и тяжело, несмотря на физическую подготовку. Я скажу, что это было большое испытание для моего организма. Пройдя 50 метров, ты постоянно отдыхаешь. Тем более это было на подъем. Но также я заметил, что очень легко спуск происходит. Потому что мы поднялись на 4350 метров, а автомобиль подъехал на 4100. Спуск организм очень хорошо воспринимал и принимал. Наш путь был дальше. Мы переехали в другое ущелье. Уже было время около 14 часов. Пройдя метров 700-800, мы обнаружили на горе группу из самок и огнят. А за горой уже непосредственно лежали самцы. Стратегия была такова, что нам надо пройти ровно посередине, забраться на гору. Потому что ни справа, ни слева возможности пройти не было. Мы были бы замечены. Соответственно, группа из самок и огнят начала бы двигаться. И самцы ушли бы. Быстрыми перебежками метров по 50-70, насколько мне хватало здоровья угнаться за эскандером, мы передвигались. 370 метров надо было лишь подняться. То есть это было на самом деле испытание для организма. Приходилось практически через каждые 30-40 метров останавливаться. Я уже отдал и карабин, и бинокли ребятам, потому что мне было очень сложно. Самый нижний, он большой потом. Посередине и сзади первый, сзади первый. Хорошо, давай сам пошли. Если кто бегал, быстрый кросс, он понимает, что резко останавливаться нельзя, надо все равно медленно двигаться, чтобы остановить дыхание. В нашем итоге цель была высоты достигнута. Уровень был 4571 метров, если быть точным. Уже было 16 часов. Мы понимали, что в 18 часов будет темно. Эскандер терапил. Расстояние до баранов составляло 618 метров. Давай, вот так позицию возьму. И 600 метров нормально. Потом мы немножко переместились. В конечном итоге, найдя удобную позицию, замер показал, что это было 600 метров. Угол наклона плюс 15 градусов. Я устроился максимально, насколько это было возможно. Установил карабин, прицелился. Но дыхание не позволяло сосредоточиться. То есть крестик в сетке, он постоянно гулял. Баран лежащий, я его мог видеть. И здесь, конечно, надо было собраться полностью. Остановить дыхание. Спасибо. Готов? Красавчик! Спасибо вам. 4571 метр. Ой, море. Красавчик, красавчик. Не ожидали такого. Спасибо. Спасибо вам. Как вы меня сюда поднимали? Тяжелый выстрел. Я не мог отдышаться никак. Дыхание остановил и стрельнул. Не знаю, как это описать, но восторг был наивысший. На такой высоте, взятие на 600 метров расстояния Маркопова. После чего мы пятером стащили Маркопова к Увазику и перевезли его на базу. Метр сорок семь. Метр сорок семь. Сорок два. Метр сорок два. Красавица. Второй день также подъем был в пять утра. Уже выдвижение в этом же районе, но в другую сторону, за поиском среднеазиатского козерога. Я бы назвал второй день, день ошибок. Так как-то сложилось все. Не знаю, по какой причине. То ли это усталость, то ли не внимательность. Может быть, даже недостаточно опыта на стрельбу именно в горах, непосредственно в экстремальных условиях. Вдобавок, перед поездкой в Таджиастан пришлось закрывать достаточно много вопросов. Порядка десяти ночей были бессонные, то есть спать приходилось или в самолете, или в дороге. Само собой, перед такими сложными охотами нужно хорошо, физически восстановиться. Я уже приехал в Таджиастан в таком состоянии, уставшем, как будто я уже уезжаю из Таджиастана. Это была моя первая поездка на такой высоте. Максимальный день было три с половиной тысячи, часов пять-шесть. А здесь ты приезжаешь, ты там живешь, ты там спишь. Все это, конечно, очень серьезно сказывается. Порядка 30 штук. Одна группа и порядка 70 другая. Ну, все молодые. Было принято решение подойти к ним справа. Пройдя порядка двух километров, поднялись на 350 метров от места автомобиля. Далеко. Далеко. Был обнаружен довольно интересный хороший инцепляр Козерога. Один километр расстояние. Надо думать. Далеко. Если бы и гармонина была. Но, в принципе, горизонты маленькие падения. Сейчас скажу, сколько. Можно, в принципе, пробовать. Я принял решение стрелять, так как горизонт был всего лишь там минус 6 процентов. Все это делалось в тире, все это делалось на стрельбе в охоте на косулю. И я посчитал, что возможно и здесь. Другого варианта нет. Мы с другой стороны сможем зайти там. В принципе, сделал все правильные расчеты с учетом высоты, с учетом градуса наклона, с учетом дистанции. И, не знаю по какой причине, не сделал поправку горизонтальную. Пуля прямо перед головой прилетела перед ним. Он ранен. Да, он ранен. Где он? Я вижу их сейчас все. Было предположение, что все-таки его зацепило. Но я понял, что поправку горизонтальную не сделал. Был однозначный проб. На километр, с учетом этой высоты, составило там порядка минуты и три четверти. Это 60, под 70 сантиметров, грубо говоря. Козерог убежал. Далеко вообще. Сегодня второй день охоты. Четвертый день пробывания в Таджиастане. Утром была возможность взять Козерога. Расстояние было один километр. Пуля прошла рядом. Ошибка была моя. Цена ошибки. Мы третий час ждем, когда вторая группа даст нам возможность пройти. Основная группа уже улеглась. Часть еще спускается. Вторая ошибка была вечером. Сейчас признаюсь. Здесь было учтено все. Но вместо восьми градусов плюсом на метеостанции задал параметры 0,8. И это составляло три четверти минуты. Я в прицел увидел. Ребята видели в трубу в бинокль, что пуля пролетела буквально над грифкой Козерога. Если бы все-таки я получил бы вот эти моменты, то был бы просто рекорд один километр семьдесят один метр. Третий день непосредственно охоты. Мы уже переехали в другой район. Порядка сорока километров. Другая природа, другие горы. Довольно интересные. Если не брать в расчет небо, то можно снимать фильм про Марс. Здесь высота ниже, 3 900. Первого Козерога мы видели. Но врага нас не устраивали, так как 80 сантиметров по оценке предварительной. Будем двигаться дальше. Высота 3912. Здесь все хорошо. Отлично. Была обнаружена группа. И мы были обнаружены этой группой. Они начали отодвигаться от нас. Мы за ними. Сколько раз ты? Скандер диктовал, наблюдая в бинокре, определял дистанцию. По первости, она была 570. Я уже не мог их наблюдать. Я выдвинул полностью сошки, но угла не хватало, чтобы зацепить их. Ой, 800 уже. 800 уже. 800 уже. Мы готовы наверх подниматься, да? Давай другую позицию смотреть. Мы приняли решение передвинуться буквально метров на 30, где была маленькая горка. Установив на горку карабин, здесь я уже мог спокойно взять угол наклона и прицелиться. Ну, мешало солнце. Искандер, конечно, здесь молодец, принял решение. Он просто собой загородил солнце, потому что солнце светило в глаз мне. Даже не в прицел, а в глаз. И одновременно замерял дистанцию. Мне диктовал. То есть, 780, 820. Плюс было два косяка. Нижний и верхний. То есть, довольно быстро надо было принимать решение. Я смотрю нижний или верхний. Потом помню, все-таки, если черный, значит, это та группа, которой косяк, идет верхний. Тут козерог останавливается на таком камне. Самки продвигаются. Искандер диктует 808 метров. Быстро принятие решения корректировки на 808 метров. Буквально секунду произведения выстрела. Попали, попали. Не вижу. 828 метров. Упал, упал. Упал? Упал. Упал, все. Высота 3955 метров. Спасибо. Спасибо. Это что-то. Это нельзя словами сказать. Это пробежка. Фух, я тут все расстегнул. У меня легкие, наверное, уже в два раза увеличились. Почти 4 минуты от Екатеринбурга. Ниже. Угол большой получился. 16 градусов. Считай, стреляли вон с той позиции. Булгорок, но за рвом. Вот это охота. Когда мы добрались и увидели все-таки трофеи, он своими качествами не впечатлил. Молодой самец, лет 5-6. Ну, 6 лет. Пусть этот Козерог не блистает своими характеристиками. Но выстрел был ровно на 808 метров. Угол наклона 16 градусов. Плюс, на мой взгляд, лучше дальний выстрел, нежели большие рога и сантиметры. Метры для меня более интереснее. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Отличная охота. Всем, кто любит горную охоту, обязательно надо здесь побывать. Получит полное наслаждение. И от охоты, и от компании. Должен сказать, что в горах ребята очень слаженно работали, грамотно, со знанием своего дела. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо за хороший выстрел, что вы видели такое. Да, выстрел, как оказался, здесь рекордный. 800 метров, да и 600, в принципе. Обязательно сюда вернусь, потому что здесь очень мне все понравилось. Хорошая команда, хорошая организация для людей, которые увлекаются дальней стрельбой. Практика просто наивысшая. А самое главное, что и зверей очень много. Я наблюдал достаточно большое количество групп. И по 50, и по 70 штук. Поездка тажистанцев ставила ровно 6 суток. В зачете Маркопова и среднеазиатский козерог. Пuição по счастью. Помогите. Ад次回 от Северного онлайнерская Веча. Веча. Ахаври. 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 Ахаври.